Всем привет! Добро пожаловать на канал Грин Кухня. Сегодня готовлю арахисовую пасту. Ее обожают дети, да и взрослые тоже. Можно употреблять как самостоятельное блюдо, можно намазывать на булочки и печенье, а можно использовать в выпечке и при приготовлении других сладостей. Получается мягкая, с нежной текстурой, очень сытная, полезная и вкусная. Прекрасная замена белкам в пост. Так, как это готовится. 300 грамм арахиса отправляем поджариваться в духовку. Очищаем от кожуры наши орешки. Теперь нам нужно измельчить наши орехи как можно мельче. Я для начала это делаю в кофе-молке. Так проделываем со всеми орешками. У меня чаша блендера не очень большая, поэтому я буду делать частями. Засыпаю молотый арахис в чашу блендера. Совсем небольшую щепотку соли добавляю и где-то одну четвертую чайную ложку сахара. Также где-то половину чайной ложки растительного масла. Всего нам понадобится полторы-две чайные ложки растительного масла для арахисовой пасты. Измельчать нужно несколько минут до тех пор, пока орехи не начнут выделять масло. Вот посмотрите, видите, орехи уже выделяют масло. Перекладываем пасту в другую миску и снова проделываем то же самое. Засыпаем немного арахиса в чашу блендера. Добавляем буквально немного щепотку соли, чуть-чуть сахара и немного растительного масла. И снова перемалываем. Если хотите, чтобы ваша паста была немного пожадее, тогда нужно добавлять больше растительного масла. Но мне нужна густая паста, поскольку в будущем я буду из нее готовить печенье. Перемалываем хорошенечко по нескольку раз, чтобы паста выглядела вот так. Чтобы орехи выделили хорошенько масло. Она такая влажная. Очень-очень важно. В общей сложности нам понадобится где-то 3-4, возможно 5 чайных ложек растительного масла. Смотрите по консистенции на свою пасту. Нужно будет немножко ее жидее, значит добавляем больше масла. Перекладываем нашу пасту. В баночку. И герметично ее закрываем. И вот что у меня получилось. Очень ароматная, вкусная арахисовая паста. Пахнет обалденно просто. Запах по всей квартире. Спасибо вам за просмотр этого видео. Если понравилось, ставьте лайк. Не ленитесь, это не сложно. А мне приятно. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Я желаю всем здоровья и счастья. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...